В этом здании в 1937 по 1971 года работал выдающийся хирург, ученый и общественный деятель профессор Владимир Николаевич Шубин. Именно эти слова высечены на новой мемориальной доске, открытие которой состоялось 25 августа на одном из зданий Казанского федерального университета. Открыл торжественное мероприятие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мы сегодня с вами собрались здесь, перед зданием старой университетской клиники, для того, чтобы в торжественной обстановке открыть мемориальную доску нашему замечательному земляку, ученому. В числе почетных гостей присутствовал министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин, представители Казанского государственного медицинского университета, а также друзья семьи, коллеги по работе и родственники. Во время работы ведущего хирурга Ивака Госпетали в Казани во время Великой Отечественной войны, он лечил известного московского драматурга Виктора Розова. И я буквально на днях нашел его письмо, и в этом письме он рассказывает о том, что до сих пор в Москве в Кентеатре современника идет фильм «Летят журавли». Знаменитый фильм, в котором прототипом хирурга явился как раз Владимир Николаевич Шубин. Владимир Шубин является выпускником Казанского университета. Здесь он активно работал над исследованиями в области желудочной хирургии, был ученым широкого диапазона, но преимущественно интересовался гнойной хирургией в области брюшной полости, а также историей медицины. До сих пор с улыбкой вспоминают Владимира Шубина и его ученики. Владимир Николаевич, вот у меня ученок, вот работал, написал статью, посмотрите, пожалуйста, он посмотрелся, говорит, я говорю, как вы, чего? Я говорю, знаешь, у тебя, говорит, люди сейчас ничего не говорят, я сразу руки опустил, думаю, все. Он говорит, я, говорит, тебе предлагаю поступить ко мне в аспирантуру. Вот я приехал сюда, в Шубину, и с тех пор мы с ним работали долго-долго времени. Я считаю, что это лично мой друг. В 2013 году в Казанском федеральном университете было возвращено медицинское образование. На базе биофака был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Сегодня медицинское направление является приоритетным. Медицинский кластер составляет достаточно большой сегмент в нашем университете, поскольку решением руководства республики год назад нам передали три медицинских учреждения, основу которой составляет республиканская клиническая больница номер два. Многие ее помнят, как Капкомовскую клинику. Сегодня мы вкладываем в этот сегмент большие ресурсы, как собственно заработанные, так и федеральные ресурсы. И буквально в конце сентября мы откроем кампусы, ранее принадлежащие военному госпиталю. Я почему об этом говорю? Я говорю об этом по одной простой причине, что на территории военного госпиталя, бывшего военного госпиталя, это будет открыта галерея великим нашим медикам, ученым, клиницистам, которые оставили неизгладимый след в истории медицинской науки, медицинского образования. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюс.